десятков семей которые мне действительно понравились от них может еще что-то браковать будут я ставлю сюда просто они не являются 22 23 воспитательницы за ней по три помощницы воспитательница с маткой или без матки без маточной то есть по типу нормана райса технологию подогнал только немножко под себя под украинку так красиво все говорят на знаете я уже привык не вроде как обычно все почему он володе друга спрашивать как бы это все нормально почему потому что посторонний человек видит сразу вы привыкли вот что каждый день при его да ну это еще третья пасека она тоже работает своему своем цикле она дает мне пчелу для заселения нуклеусы я заселю от нее нуклеусы струшивание добавка я не работаю струшиванием я пробовал все методы мне струшивание показалось самым поделив расплоды все все дела тем более первые матки почему-то у меня себя получались плохие я потом только узнал что им нужна определенная температура я же не биолог а когда начал уже это узнавать общаться и поэтому я перешел на заселение именно с расплодом печатный сколько здесь стоит вот нуклеусов здесь сейчас осталось 300 это потом просто они разделятся по одному корпусу это немножко жарковато да он закручились уже закручились уже закручились на солнце то дерева они так зиму пошли неплохо перезимовали те что на пол на полках а те что поставил на сетки внизу конечно оплошность вот крайний ряд заволновали сильно забили сетки и как под запарились короче это весной быстро вот забитый нижний корпус полностью пчелой весь ряд ну а те что на полках на стеллажах но не хватило места просто зимовничек небольшой а вы как вот когда поделите нуклеусы значит ну разделяете да а слету нет на пчелы сейчас расскажу ну тут нуклеус был спроектирован под технологию то есть на технологии я долго думал он и становился значит суть в том что значит семейка развивается до 6-7 корпусов дальше вот палатку у нас есть мы ее накрываем начинаем заносим нуклеус 1 2 и начинаем разбивать разбиваем по нуклеусам то есть один подает другой принимает один заселяет в 3 человека работают заселили нуклеусы ставим сразу такие вентиляционные сеточки крышкой и уносим на трое суток то есть выдерживает выдерживаем обязательно держим потом выставляем облетаются и после это только даем маточники маточники сразу давать нельзя и маток плодных тоже неплодных тоже нельзя давать вы работаете только с маточниками я только с маточниками да неплодные матки для большой ну а и пчел а у вас с расплодным поэтому слета нет понятно бывает осенью только когда семейки уже слаб не я имею ввиду что вот когда вы выдержали там матки нет но они себе маточник потянули получается поэтому слета поэтому слета нет вы дали маточники и все дела да да они стоят сейчас на обогреве у меня обогрев включается только обогрев включается только а это можно снять да это посмотреть это кормушки мы просто тоже но сейчас они закрыты поролоном кормушки сироп начнем завтра раздавать или послезавтра то есть это заткнул саша то есть там ходит пчела ходите но я живи ясно грязь а тут кормушки да наполняем сейчас будем заполнять их эти баночки сиропом вот и когда заселили нуклеусы все прямо чтоб слейка не бегать по пасеке тачка выносим и банки просто расставляем по верху все но эта пробка для осени весны для нуклеусов таких отверстия должно быть 0 8 миллиметра не больше иначе течет то есть это нормально подкормка для семей будем говорить это самая осень и весна осень да а для нуклеусов парка еще меньше 0 8 миллиметра это если вот такие такие вот не вернее здесь крупнее здесь крупнее здесь миллиметровые ну вот для нуклеуса который стоит в этом самом в одном маленьком этом все это же максимально упрощенный нуклеус потому что первый нуклеус я делал сам своими руками форму второе делал тоже сам своими руками форма третью же на заводе заказал ну а так как уже первые два были сделаны руками уже 3 рамочка сто сорок пять на сто сорок пять из тоже история такая начиналось того что я брал разборную гармошку делу да вернее в дадановскую рамку а потом она осталась такая ну нуклеус сухой вот как бы все это что так шума ну такая вот 2 этих самых планочки просто две планочки ну вот и что они сами оттянут вот уже вся ваще не ващинку мы наказывали потому что иначе они могут по диагонали такой самый нуклеус такая самая рамочка только восьмиместный это себе сделал на 1 3 рамочки таких вот ну правда я застреляю застреляю просто пчелой 5 20 20 рамочек и мы стали тут прямо на льоте им это то что я вам покажу где контейнера я все равно это компонирую папу маму хочу вставлять тогда она будет ровно что такое бурдый взяток что такое бурдый взяток дал подскорку бурдый взяток и она тебя погнала да они строят что выводят они даже просто склеют их растят выставить на клюв усыльно битумом обмазали позаливали а литки вы как ориентируете в четыре стороны они стоят в четыре стороны да желательно как можно ниже располагать нуклеус конечно но тогда же людям неудобно работать когда я работал сам я вообще почти близко к земле то есть я на коленках ползал вот ответ и расположение вам литка всем профессорам докторам наук которые там пишут юго-восток и больше никуда и так далее в промышленном пчеловодстве это я еще понимаю нуклеус и так далее в промышленном пчеловодстве там вообще ничего не надо смотреть тут она должна попасть в свое место и то четыре стороны ставить так а то ты по четыре уже ставить по четыре да только по одному корпусу по одному корпусу то есть там реально получается там сейчас где-то три с половиной додановских рамки выходит по объему да по крюмову но если по площади сот там понимаете получилось так что он немножко больше чем 140 он чистый размер 145 на 145 поэтому почти додановская рамка один корпус почти додановская рамка ну скажем ну чуть-чуть меньше скажем до 300 до 400 ну короче говоря три с половиной четыре рамки додановской да потом вот один круг я маток снимаю и тогда уже через один на одном столбике нуклеус оставляю с маткой уже это идет на следующий год я не трогаю потому что если осенью все пчел сваливать в эти многоэтажки они не зимуют тот расплод который выводится от вот этих вот пчелок безматочных он неполноценный пчелы уходят ослабленные мелкие не могут накопить жирового тела как правило они осыпаются в первую половину зимы поэтому надо готовить их с первой половины лета уже в зиму то есть это отдельная пасека которая себе отдельно готовится в зиму короче не занимается матками это балалайка чего я вам привез потому что когда юханевар это я посмотрел что-то товарищи вот тут не надо вам рассказать что вы Европа как у нас Европа ну я же видел по видео Маши это три бомбы таких сумок трехсотых рамок это самый ценный блок там хорошо если человек занимается пакетами если небольшой нуклеусный парк а если много то есть рамок короткий может не отводок и мед собрать можно ну конечно но вот заселить нуклеус надо минимум ну 150 грамм пчелы 150 грамм пчелы а ну-ка на две с половиной тысячи это сколько килограмм получается пару тонн 300 300 300 300 то есть когда я начал заселять вот черпачками во-первых слеты постоянно эти бороды то есть я из закиси азота обрабатывал и углекислым газом ну вот не нравится после этого ну вроде бы все получалось но вот это вот когда видишь жменья этих мертвых пчел потом они охотят как папа мне говорил а тут-то вели я тебе называл это кухня я не мог не черпаком не черпать так жалко было ну вот сердце обливается тем более потом я еще последний камень был когда Юра Субода сказал что что говорит половину жизни снижается то есть живет 30 а то 16 дней все я все думаю а вот зимовка вот сейчас они стоят на глухом дне а зимовка как вентиляция происходит зимовка значит сейчас я покажу дно посадим а там вот можно на это смотреть это контрольный нуклеус для терморегулятора стоит зимовка вот вот так мы заносим его вот так вот то есть вот так вот вот так литок нижний закрыт то есть сначала поролон закрываю верхний открыт мы заставили ну на стеллаже расставили я сейчас покажу потом я открываю поролончики вентиляция только через этот литок и верхний этого вполне достаточно сухо тихо сырости нету нормально зимой если я пробовал вот я же говорю в этом году ну что-то попробовал сетку поставить заносить удобнее думаю ну две работы не делать вот они как вы занесли они начинают волноваться семейки ну видать забивают эти ячейки и как бы подзапариваются закрывают да почему-то не знаю неудачно а так я вытащил поролончик они тут бородкой выключились ну что-то там сотня пчел упадет а потом тихонько зашли туда и все а весной выношу они уже фактически клуб везде весь клуб вот здесь наверху да верхней части ну верхний корпус еще с медом ну вот так ну вот это так такие обогреватели это еще папа делал меня не научил а я уже не смогу а без обогревателя не то или как может быть и можно но вы не работали без обогревателя или работали раньше нет ну в основном старался с обогревателем быстрее началось это с того что еще в Харькове на балконе у нас обогреватели стоял я еще в институте учился ну развитие то есть к началу мая уже такие семьи были только там нюанс есть не переборзировать не переборщить иначе можно потерять всю семью там главное перегреть да перегреть они уходят по воду уходят за нектаром и кормить нельзя пчела пропадает да кормить нельзя ни в коем случае а то есть вы завтра даете уже сироп и отключаете обогреватель или как значит здесь обогреватель у меня включается только ночью только ночью только ночью с днем они да и сироп если долго стоит баночка потихоньку то они как-то привыкают они по началу если дать они начинают идти с зазятком потом он тихонько тянут тянут они привыкают никуда летать не нужно уже видать ну какая-то привычка привычка там прошла по семье они поняли что источник со всем рядом и уже этих танцев мобилизационных какая температура на обогреватель 25 в контрольном уге 25 если очень холодно снижают это до 20 во избежание потери чего вот это ящик это тут провода да? это трансформатор простой и провода и автомат и все магнитный пускатель терморегулятор трансформатор он сейчас отключит да не работает а там 29,2 это датчик что? 29,2 это температура ну да это уже на солнышке да нагрелось а стоит до 25 да? или как да стоит на 25 на 25 поставим то есть он сейчас просто выключен сам по себе выключается и все да 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 надо заставлять удовольствие ко мне приезжаешь один знакомый мой тоже хочет пасеку сделать и все ну он там тоже предприниматель такой серьезный и все говорит да зачем тебе это у тебя есть люди заставь да я не могу ну не могу я не могу ну пройду мимо ну можно раз только да на что ты должен руководить во-первых я не умею руководить и не люблю этим заниматься и у меня есть люди не работают ну мы такие отношения что все как бы коллеги ну просто каждый делает свою работу нет вы демократический человек у вас отношения Артем Курасев Виталийнович ну вы же рабочие вы же там еще сидите да 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 я же говорю человеку что если что-то ты не пасечник ты не сделаешь пасечку не сделаешь это помните я говорил тут Джо в Канаде который говорил в первую пасечку не запомнили почти один да 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 все конечно место тут у вас хорошее ну место непогано да место непогано ну тоже растошивание так котельва напрямую десь через 2 км до первого села до первой хаты километров 7 украинка это мы ехали по дороге 5 км первая хата Бельск ну тоже километров 5 это напрямую это если напрямую газовые туда осталось ну то еще там пасеки большие большие пасеки нет не большие большие надеюсь с вашими матками ну по крайней мере я никому не отказываю в основном да в основном да в куземе точно все потому что ну в общем то и пчеловодов кроме вот Саша помощник ну у самого уже больше сотни семьи хотя он поможет ну он правда он мне труки не дает он ставит пульс улавливатель а так и все да 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 если пульсовать то ставь все да да вот интересно видишь поэтому и есть бренд есть бренд евошин да это все просто кто-то думает что так все просто а приехал да 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 ну в принципе пчела больше спокойная на голову она щебто не не сыпе а тут что-то похоже огрызывает нуклеус башусь аж трещеть он с с с с тут что-то были пылы начать ус Сильный нуклеус, борода высыть Вот такая пасека